МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Северстудия Ольга Русл. Здравствуйте в этом выпуске. География авиаперелетов из Ненинского автономного округа существенно расширится для жителей в 2022 году. Летом будем летать в Сочи и Симферополь. На 3,8% вырастут в будущем году зарплаты бюджетников. Соответствующие расходы предусмотрены в окружном бюджете на 2022 год. Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник Пустозерск отметил 30-летний юбилей открытием новой экспозиции. Несерьезная история. 18 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в регионе за минувшие сутки. Шестеро выздоровели, один скончался. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в числе заболевших 14 жителей Нарьинмара. Двое жителей Красного, кроме того, зарегистрировано два привозных случая из Архангельска и Санкт-Петербурга. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 290 человек. Еще у семи пациентов коронавирус подтвержден результатами исследования методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находятся 297 человек. Из них стационарное лечение получают 55 человек, амбулаторное – 242. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1186 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроли в аэропорту Нарьинмара, на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оме и Неси, обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. В 2022 году в Ненецком автономном округе появится шесть субсидируемых региональных авиарейсов. Список утвердило Федеральное агентство воздушного транспорта. Это рейсы в Киров, Сыктывкар, Санкт-Петербург, Казань. Кроме того, в летний период жители округа смогут полететь по доступным ценам в Симферополе, Сочи. С инициативой расширения объемов субсидируемых авиаперевозок в регионе выступили окружные депутаты. В результате большой работы, проведенной администрацией Ненецкого автономного округа совместно с Минтрансом России и Росавиации регионы подтвердили софинансирование перелетов из федерального бюджета на 2022 год по шести маршрутам. С 1 января по 31 декабря 2022 года авиакомпания «Руслайн» два раза в неделю будет выполнять рейсы из Наринмара в Казань, Киров, Санкт-Петербург и Сыктывкар. С 1 июня по 31 августа 2022 года один раз в неделю «Руслайн» будет летать в Симферополь и Сочи. Рейсы будут выполняться на воздушных судах «Суперджет». В ближайшее время будет составлено расписание и открыты продажи билетов на сайте авиаперевозчика. В настоящее же время также предоставляется субсидия на авиарейсы из Наринмара в Архангельск. Получателем субсидий является компания «Смартавиа». Величина специального тарифа составляет 5000 рублей. В 2020 году сумма субсидий составила с января по декабрь 13,5 миллионов рублей и перевезено по тарифу более 3000 пассажиров. Всего на этом направлении у нас перевезено 36 тысяч. В 2021 году субсидия уже по сентябр составила 17 миллионов и перевезено уже по специальному тарифу 3800 пассажиров. Всего было по этому направлению 35 тысяч перевезено по направлению Архангельска. Депутаты собрания Ненецкого автономного округа при рассмотрении окружного бюджета порекомендовали профильному департаменту увеличить количество квотируемых мест для жителей региона. «Очень важно, что у нас есть квотирование мест на Архангельск, но эти квоты составляют всего 5 мест на один рейс в ту и в обратную сторону, поэтому попросили, чтобы количество мест было увеличено, и это количество мест было до 15 мест на каждом рейсе». Авиаперелеты для жителей региона за его пределы в будущем году станут более доступными. Расширится и география, и снизится стоимость билетов. Лекарства есть. 12 ноября члены Общественного народного фронта и народного контроля в сезон ОРВИ проверили наличие ряда препаратов в аптеках города Нарьинмара и поселка Искателей. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Об итогах проверки расскажет Катрина Тайбарей. В Ненецком автономном округе уже значительно похолодало, и люди все чаще заболевают. В связи с этим члены Общественного народного фронта совместно с спортпроектом Народный контроль отправились в рейд по аптекам Нарьинмара и Искателей. С наступлением сезонной ОРВИ и простуды общественники проверили наличие в аптеках противовирусных, противокашливых, жиропонижающих, назальных и противовоспалительных препаратов, а также наличие масок, перчаток и кожных антисептиков. Как показал мониторинг, весь ассортимент в наличии. Если анализировать стоимость популярных средств, то Орбидол не самое бюджетное средство. Его средняя стоимость порядка 300-600 рублей, в зависимости от дозировки. В центральной аптеке готовы предложить бюджетный аналог, который по лечебным свойствам не уступает всем полюбившемуся препарату. Могу предложить. Ну, по крайней мере, чтобы оно такое же было действие. Действие, да. Такое же будет и поможет точно так же. Просто люди верят только в Орбидол, поэтому... Ну, Орбидол, наверное, верят, потому что его крутят на телевидении, наверное, все. Так, Кагоцелл у нас Ремонтодин, вот, по 140 рублей. 20 таблеток. Самый доступный из всех противовирусных. Ага, понятно. По словам фармацевтов и заведующих аптек, медикаментов хватает. Как правило, в аптеках пополняют запасы периодически, а не закупают наперед. Мы не закупаем. У меня закончился товар, я его заказала, он пришел. Доставка идет, ну, 3 дня, 10 дней, грубо говоря. Помимо противовирусных препаратов, часто приходят за обезболивающими. Но в целом весь ассортимент аптеки пользуется спросом у населения. У каждого свои проблемы, каждый за своим приходит. Конечно, сегодня сезон, это у нас простуда, это наш ковид, поэтому препараты приходят и у нас и простудка, и симптоматическая, да, и противовирусная. Ну, кто-то за обезболивающими таблеточками, кто-то за мазями, кто-то за витаминками, кто-то за косметикой. В этом плане, кто-то за чем. Также в Наринмарских аптеках покупают лекарственные средства и жители сельских населенных пунктов. Приезжают люди с округа, очень много людей из деревень, которые закупаются у нас очень много лекарственных средств, противопростудками, то есть себе, соседям, своим родственникам, вот, поэтому все держим в наличии, все есть. Итоги мониторинга аптечной сети подвели по окончании рейда. Противовирусные лекарства имеются в наличии. Это говорит о том, что аптечный бизнес, это фармацевтический бизнес, соответственно, подходит к своей работе и обеспечивает население противовирусными аппаратами, которые в настоящее время очень актуальны. Это связано и с коронавирусной инфекцией, и распространением любых других респираторных заболеваний. Катрина Тайбарея, Вадим Стасюк, Телеканал Север. На 3,8% будут проиндексированы в следующем году заработные платы работников бюджетных учреждений. Будет проиндексирован и целый ряд социальных выплат населению. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа рассматривают расходные обязательства окружного бюджета на 2022 год. На заседании постоянной парламентской комиссии по социальной политике состоялось обсуждение расходов в сфере социальной защиты населения на 2022 год и плановый период. В окружном бюджете будут сохранены все меры социальной поддержки в полном объеме. На эти меры запланировано более 2 миллиардов рублей. Кроме того, со следующего года по 13 направлениям будут проиндексированы меры социальной поддержки населения. Дополнительно на эти цели в окружном бюджете на будущий год предусмотрено 26 миллионов рублей. Также мы отметили, что в бюджете не предусмотрена ежегодная индексация выплат для больных с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, доноров крови и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги перед округом. По предварительным расчетам на индексацию потребуется порядка 2 миллионов рублей. И представители органов исполнительной власти согласились с доводами депутатов окружного собрания. Средства в бюджете будут предусмотрены. В ходе обсуждения депутаты порекомендовали предусмотреть бюджетные средства в полном объеме на выплату сельским специалистам по компенсации расходов на оплату за жилые помещения и коммунальные услуги. Напомним, соответствующее решение было принято на 38-й сессии окружного собрания в октябре после встреч депутатов со своими сельскими избирателями. Напомню, что депутаты предложили применить коэффициент 1,8 к сумме компенсации не только в первом квартале, но и в четвертом квартале. Таким образом, работники сельских бюджетных учреждений будут получать повышенную компенсацию в размере 2160 рублей 6 месяцев с октября по март включительно. В ходе заседания парламентской комиссии депутаты настоятельно рекомендовали администрации предусмотреть финансирование на доплату больничных листов по беременности и родам, а также листам нетрудоспособности на уровне 2021 года. Этот вопрос не раз рассматривался на площадке регионального парламента, в том числе по обращению коллектива Минницкой окружной больницы с предложением депутатов согласились и также представители счетной палаты Минницкого автономного округа. Окружные парламентарии детально обсудили страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Депутаты неоднократно обращали внимание администрации округа о подготовке обращения в федеральные органы власти с просьбой рассмотреть вопрос уплаты страховых взносов за счет федерального бюджета. На сегодняшний день эта сумма 300 миллионов платится из бюджета Минницкого автономного округа. Работа над бюджетом продолжается. Собрание депутатов Минницкого автономного округа планирует его принять в первом чтении. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства прошло в Наринмаре. На встрече собравшиеся подвели итоги совместной работы мэрии с бизнес-сообществом. А приятным моментом стало награждение участников муниципальных конкурсов. Подробности далее. Объем финансовой поддержки предпринимателей в 2021 году составил более 3 миллионов рублей. Только в начале ноября в муниципалитет поступило 33 обращения за финансовой помощью. До конца года эта цифра еще увеличится, уверены в мэрии. Востребованы все виды поддержки от участия в профессиональных конкурсах до выдачи грантов начинающим предпринимателям. Традиционно самыми востребованными среди бизнесменов считаются субсидия на возмещение части затрат за аренду помещений, выплата по возмещению части затрат на приобретение и доставку имущества. На официальном сайте администрации создан специальный раздел, который размещен в вкладке «Деятельность, экономика, оценка регулирующего воздействия и экспертиза действующих нормативных актов», где размещаются необходимые документы для проведения оценки регулирующего воздействия. В 2021 году для проведения оценки регулирующего воздействия в управление поступило 12 проектов нормативно-правовых актов. По семи из них прошли публичные консультации, заключения о проведении оценки регулирующего воздействия составлены и размещены на сайте. Индивидуальный предприниматель Анна Сылко, руководитель студии «Красоты», предложила добавить перечень новым видам поддержки, предусмотреть субсидию на возмещение затрат на покупку одноразовых масок и антисептиков. А на перчатки, которые там стоили, например, за пачку 800-900 рублей, нейтриловые, сейчас это стоит в районе полутора тысяч. Ну, как бы, если очень там напрячься, поискать где-нибудь там, ну, опять же, вот, например, мы искали-искали, пока мы искали, уже дорога закрылась. Вот, как бы, качественные, в пределах полутора тысяч за упаковку, но это прям очень много. Вот, и, ну, хотя бы хоть какая-то субсидия была бы небольшая, да, там, в пределах, может быть, даже 50 тысяч рублей, нам бы это все равно, как какое-то подспорье было. Обсудили на заседании требования к внешнему виду торговых ларьков. Они были разработаны для формирования единства архитектурно-эстетического облика Нарьинмара и повышения удобства и функциональности осуществления торговой деятельности. Предприниматели обязаны были заменить морально и физически устаревшие тонеры на новые нестационарные торговые объекты, выполненные в определенной стилистике. А муниципалитет взял на себя обязательства по возмещению части затрат. Глава Нарьинмара Олег Белак поблагодарил предпринимателей за активность и деятельное участие в жизни города. На мой взгляд, вы являетесь, наверное, такими островками надежды и уверенности, да, то есть, когда мы работаем с такими большими инфраструктурными предприятиями, да, то есть, мы на это можем повлиять. А вы очень часто работаете непосредственно с гражданами и жителями, и от того, насколько вы успешно работаете, зависит эмоциональное самочувствие. А я думаю, за это время, когда мы очень долгое время, скажем так, сидим на изоляции, потому что, если вы читаете, изучаете литературу, познаете себя. И, пожалуй, самым приятным моментом на координационном совете стало награждение участников муниципальных конкурсов. 15 октября в Нарьинмаре выбирали лучших кондитеров в конкурсе профессионального мастерства. И сейчас пришло время получить заслуженные награды. В этом году свои таланты демонстрировали четверо кондитеров. Вне конкурса участвовали двое начинающих кулинаров. Кроме того, дипломы и памятные подарки получили и участники творческого конкурса видеороликов «Осторожно!» в кадре еж и другие любимые питомцы. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Несерьезная история. Именно под таким названием прошла презентация выставки, посвященной 30-летнему юбилею музея-заповедника Пустозерск. Подробности далее. Алисонный экспонат – это самый первый предмет, который в мире поступлений записан под номером один. Именно с этого ковша 19 века начал создаваться экспозиционный фонд историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника Пустозерск. В доме Шевелёвых состоялось открытие экспозиции «Несерьезная история». Выставка делится на три зоны. Организован небольшой кинозал, где каждый желающий может посмотреть видеокадры из насыщенной музейной жизни. Предметами выставки стали и находки с географической экспозиции «Ушкуйники», в которой участвовал первый директор музея Михаил Фищук. Также представлены костюмы нижнепечорских жителей, в том числе пустозеров. Выставка будет открыта до 20 мая 2022 года. Выставка называется «Несерьезная история», потому что мы решили оформить её в таком не совсем формальном стиле. И лет нам не так много, нам есть куда расти. В этом году музею исполнилось 30 лет. За столь большой период была проделана колоссальная работа. И сотрудникам музея-заповедника есть, что показать посетителям. Наш музей, конечно, связан неразуемо с пустозерскими, популяризирует его историю, сохраняет. Ну и дальше вы видите основные события в жизни музея. Это первые авокумовские чтения, затем первые волонтерские лагеря, ну и все остальные события. Сотрудники музея-заповедника ведут большой спектр работ по поискам раритетов, изучению белых пятен в истории Заполярного края. Мы занимаемся и научной работой, и собирательской, собираем ценности, сдаём их фондом музея. Работа с архивами, ну и, конечно, это работа с людьми, так как музеи, конечно, и для людей в первую очередь работают, существуют. Ну вот здесь мы это показываем. И важной такой частью музеев является реставрация. Реставрация старинных предметов – самая кропотливая работа. Так, на выставке были представлены самые эксклюзивные экспонаты музейной коллекции. Одна из них – пара перчаток и чайная пара. Вот эти перчатки, они принадлежали жене священника пустозерского прихода, Поповой Агнии Михайловне. Ну и, например, такая вот чайная пара, она была куплена фишком Михаилом Ивановичем в городе Петербурге. Для каждого из сотрудников музейного дела это не просто работа, это смысл жизни. И сразу после института я пришла в музей работать с ландшафтниками. И вот, как бы, вот меня музей затянул на самом деле. Были очень хорошие учителя, были такие, которые меня впечатлили музейной работой, впечатлили пустозерском. Ну и это стало, можно сказать, делом всей моей жизни. До сих пор я работаю в музее, я надеюсь, что я буду работать в музее. Здесь очень интересно, здесь очень хороший коллектив, очень, так скажем, интересная. Где-то творческая работа, где-то научная работа. То есть такая разнообразная деятельность, и это очень интересно. Сегодня в музее-заповеднике Пустозерск, являющегося структурным подразделением музейного объединения, работает целая команда профессионалов-хранителей истории. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Всероссийский культурный марафон уже стартовал. Он продлится до 10 декабря. Школьники и учителя всей страны активно принимают участие в этой просветительской акции. Темой культурного марафона в этом году стал кинематограф. Подробности у Катрины Тайбарей. Тематика очередного культурного марафона выбрана не случайно. 125 лет назад в России показали первый фильм. Первый публичный показ был организован в мае 1896 года в Санкт-Петербурге, в саду «Аквариум». Культурный марафон 2021 пройдет в онлайн-формате в виде интерактивного теста для школьников разных возрастов. В ходе акции ее участники узнают все о том, как устроено кино, а также познакомятся с тонкостями работы режиссеров и актеров. 8 ноября по всей стране стартовала акция «Культурный марафон». Продлится она до 10 декабря. Акция проводится вместе с Министерством культуры, Министерством просвещения и Яндексом. В средней школе номер один города Наринмара идут классные часы, на которых ученики и учителя обсуждают вопросы теста, увлекательные закулисья кинематографа и новые знания, полученные в ходе акции. Также проводятся мероприятия, которые предлагают сами разработчики культурного марафона. Я зарегистрировалась на сайте «Культурный марафон» на сайте Яндекса. Получила код учителя, ну и рекламирую, показываю детям, куда нужно отойти, как ввести код. И мы уже со своим классом, с 11 классом, прошли вот этот культурный марафон. Также в рамках акции пройдет розыгрыш мини-станции Яндекс. Шанс получить полезный подарок есть у каждого участника культурного марафона. Для учеников подготовлено 500 штук. Чтобы стать участником культурного марафона, нужно зарегистрироваться на сайте, который вы видите на ваших экранах. Катрина Дейбрея, Леонид Шушилов, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Спонсор выпуска погоды – Добрая аптека. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...